В эфире «Наше время» в студии Анна Ниченко. Здравствуйте! И далее о главных событиях субботы. В Украину прибыл новый министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Баро. Это один из первых его зарубежных визитов на новом посту. О чем говорил главой МИД Украины Андреем Сибигой. Франция – это первая страна, которая занимается подготовкой целой украинской бригады. Это бригада Анны Киевской. 58-й обмен. 95 украинских воинов вернулись домой из российского плена. Это защитники Мариуполя и Азовстали, а также Донецкой, Луганской, Харьковской, Киевской, Черниговской и Херсонской областей. Почти 100 миллионов евро потратил Кремль на вмешательство в выборы президента Молдовы и референдум о вступлении страны в Евросоюз. Какая ситуация в день тишины? Это первое, что каждый избиратель регистрируется в электронной базе. Каждый избиратель подписывает в списках для получения бюллетеня. В Харьковской области продолжается обязательная эвакуация мирных жителей. Вывести до наступления холодов необходимо около 10 тысяч человек. Оставаться жить, особенно в прифронтовых районах, это игра со смертью. Нельзя всю жизнь отдавать на растерзание россиянам, которые стреляют из того, что у них есть. Украина получит первый самолет «Мираж-2000» в начале 2025 года. Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан Ноэль Баро. Он прибыл в Украину с двухдневным визитом. И, в свою очередь, глава МИД Украины Андрей Сибига выразил благодарность за помощь и поддержку, которую оказывает Франция. Также глава украинской дипломатии рассказала о вызовах, которые стоят перед энергетической системой Украины. Накануне зимы и министры договорились о взаимодействии в этом вопросе. Завтра Жан Ноэль Баро планирует отправиться на северо-восток Украины. Особенно отмечу поддержку Франции на нашем пути в Европейский Союз и НАТО. Франция и лично президент Макрон сыграли важную роль в предоставлении Украине статуса на членство в ЕС и открытии следующих переговоров. Париж поддерживает Украину на пути в НАТО. Мы подробно обсудили план победы, представленный президентом Украины. Поддержка и воплощение этого плана победы будет лучшим ответом союзников Украины на масштабирование России войны. Франция – это первая страна, которая занимается подготовкой целой украинской бригады. Это бригада Анны Киевской. Первые самолеты «Мираж-2000» будут предоставлены Украине в начале следующего года. Также Франция будет готовить пилотов для этих истребителей. Также мы продолжаем усилия относительно того, чтобы помочь ремонтировать оборудование и технику здесь, в Украине. Франция поддерживает план победы Украины не только в военной сфере. Она готова оказывать помощь в гражданской и экономической отраслях, подчеркнул глава внешнеполитического ведомства Жан Ноль Баро. Он также добавил, что Франция поддержит Украину, когда она решит начать переговоры о мире. Надо помешать тому, чтобы мир двигался к хаосу. Поэтому надо приложить усилия, чтобы план победы, предложенный президентом Зеленским, привлек как можно больше стран к его реализации. Путин совершил большую ошибку, поскольку ничто не сможет поколебать нашу решимость. И хотя Россия продолжает свою кровавую войну, которой нет оправдания, Франция будет помогать и поддерживать Украину. Также с министром иностранных дел Франции встретился Владимир Зеленский. Об этом президент Украины заявил во время видеообращения. Встретился с министром иностранных дел Франции. Встреча как раз такая, как нужно. Я благодарен Франции, президенту Макрону, всему обществу Франции за поддержку Украины, нашей защиты. Мы провели очень хорошие содержательные переговоры в Париже во время моего визита. Мы плодотворно сотрудничаем и ради обороны, и в политике, и ради нашей большей устойчивости Украины и всей Европы. Я благодарен Франции за поддержку Плана Победы, пунктов, которые действительно могут приблизить реальную дипломатию и справедливый мир. И будем благодарны Франции за работу с другими нашими партнерами, чтобы это было общее видение. Видение того, что только честное завершение войны реально может гарантировать надежный мир. Украина получит от Франции новоразработанные дроны-камикадзе в течение нескольких недель. Это подтвердил министр обороны Франции Себастьян Ликарню. Для французского оборонно-промышленного комплекса это первые дроны-камикадзе. В чем их уникальность? Далее в материале. Франция впервые передает Украине ударные беспилотники. Речь идет о двух типах БПЛА – ближнего и среднего радиуса действия. Представленных на выставке лишь в этом году. В ближайшие несколько недель должна состояться первая поставка дронов-камикадзе французского производства. Которые в частности будут передавать украинским воинам для боев на фронте против российских захватчиков. Очевидно, основным дроном, поставленным в ВСУ, станет разработка компании «Делэйр» под названием «Калибри». Этот небольшой дрон-камикадзе, созданный для уничтожения противника на небольших дистанциях. Учитывая вес взрывчатки в 2,3 килограмма, каких-то стратегических задач перед этим дроном не стоит. «Калибри» задумывался как довольно простой помощник для штурмовых групп, который помогает решать насущные проблемы непосредственно на поле боя. Одним из главных вопросов остается, как дрон покажет себя в условиях работы российских комплексов РЭП. Именно на него и предстоит ответить украинским военным. Фактически, в условиях реальных боевых действий, французская сторона протестирует для себя тактико-технические характеристики своих дронов-камикадзе. Еще одним беспилотником, который ВСУ получат несколько позже, станет реактивный дрон «Лориней». Представленный одновременно с «Калибри», он, тем не менее, проходит последние доработки и будет готов лишь в конце года. «Лориней» имеет куда более внушительные характеристики и летит в несколько раз дальше. Дрон может определить транспортное средство для поражения с расстояния 15 километров днем и 3 километров ночью. А система наведения уже доведет БПЛА до цели без шансов на промах. Эта модель оборудована газовой турбиной, которая позволяет ей находиться в воздухе от 5 до 8 часов в зависимости от погодных условий. Для него мы разработали боеголовку на 3 килограмма, которая способна в том числе уничтожать и бронированную технику. Более детальную информацию о дроне Франция обещает обнародовать уже после завершения всех испытаний. Сейчас работа продолжается над станцией управления, системой навигации и наведения на цель. Речь идет о том, что Франция запускает экспериментальное производство дронов Камикадзе. То есть это фактически пробный шаг ВПК Франции в моменте производства новых для них видов поражения. Что же касается «Калибри», вероятно, их использование на фронте мы увидим уже в следующем месяце. Дроны, которые планируют закупить, используются для получения информации с поля боя в режиме реального времени, сбора разведданных и наблюдения. В итальянском Неаполе состоялась первая встреча министров группы Семи. Она посвящена вопросам обороны и безопасности. На повестке дня, в частности, война России против Украины. В мероприятии также принял участие генсек НАТО Марк Рюте. Ранее глава Альянса говорила о планах обсудить с министрами обороны стран G7 усиление поддержки Украины и наращивание оборонного производства. Также на встречу прибыл министр обороны Рустам Умеров и верховный представитель ЕС по внешним делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Министры обороны стран группы Семи поддерживают необратимый путь Украины к полной евроатлантической интеграции, включая членство в НАТО. Об этом говорится в совместном заявлении по итогам встречи в Неаполе. Одним из центральных пунктов встречи была твердая поддержка Украины, которая уже более двух с половиной лет защищает свой суверенитет от жестокого и нелегитимного нападения России. Мы безоговорочно осудили агрессию Москвы, которая решила применить насилие против суверенного государства в сочетании с методами гибридной войны и безответственной ядерной риторикой. Также на заседании Украина подписала с Германией соглашение по усилению системы противовоздушной обороны Украины. Об этом заявил министр обороны Рустам Умеров. На заседании министров обороны G7 подписали важное соглашение с Германией по поводу немедленных действий по усилению системы противовоздушной обороны Украины. Соглашение предусматривает договоренности, согласно которым страны, которые подписали документ, будут вносить вклады в совместные проекты или будут финансировать собственное, направленное на укрепление возможностей ПВО вооружённых сил Украины. Рустем Умеров, министр обороны Украины. В Телеграм. 71 боевое столкновение произошло на фронте с начала суток. Подробнее о ситуации на передовой смотрите в сводке Генерального штаба ВСУ. Субтитры создавал DimaTorzok По данным Координационного штаба по обращению с пленными, особенность этого обмена в том, что домой вернулись те военнопленные, которые получили строжайшие приговоры так называемой судебной системы России. Уже более 100 тысяч военных сил обороны Украины прошли подготовку на территории стран-партнёров. Об этом заявил заместитель начальника Главного управления доктрины подготовки Генштаба ВСУ Евгений Межевикин. Он уточнил, что были разные направления обучения, как базовая, так и подготовка специалистов, лидеров и слаживание штабов. Тем временем на фронте, на Купинском направлении противник штурмовал в районах Колесниковки, Кругляковки и Лозовой. На Лиманском захватчики атаковали в районах Новомихайловки, Грековки, Тернов и Серебрянки. На Покровском российские оккупанты предприняли попытки потеснить украинских защитников около Миролюбовки и Селидова. На Кураховском направлении, которое по-прежнему остаётся самым горячим, было более 20 боёв вблизи Звёздного, Новодмитровки, Георгиевки, Антоновки и Екатериновки. И вопреки погоде, российские оккупанты стали чаще использовать технику при штурмах на Донбассе. Как сообщает аналитик Института изучения войны, в частности, противник использует бронетранспортеры и танки на Покровском и Кураховском направлениях. На западе Донецкой области только за последнюю неделю зафиксированы три механизированные атаки численностью в батальон. При этом с конца июля по начало октября россияне провели всего четыре таких штурма. Поскольку сбили наступательный импульс, скажем, на Покровском направлении, им не удалось с этими перпами, как раньше, месяц назад ещё наши силы обороны Украины. И они поменяли подходы, перегруппировались и сосредоточились на Угледаре и на Курахово. Как известно, Угледар удалось им захватить, а потом основные силы направляют в район Курахово, через Курахово на Покровск. То есть, на мой взгляд, главная цель – это всё-таки Покровск. Но, опять-таки, если посмотреть на карту, то видно, что Угледар, Курахово, Покровск – это южное направление, где пытаются, так сказать, охватывать эту группировку Покровскую нашу. И там есть усилие, которое предпринимается с севера этой же группировки. В центре Луганска накануне днём взорвался автомобиль. В машине в это время находился офицер российской оккупационной армии майор Дмитрий Первуха. Об этом сообщает украинская разведка. Первуха служил в 273-м разведывательном центре РФ, чей пункт постоянной дислокации расположен в Новосибирске. В ГУР оточнили, что на временно неподконтрольных Украине территориях он занимал должность так называемого начальника штаба по службе войск и безопасности военной службы. 1380 российских солдат ликвидировали силы обороны Украины за минувшие сутки. Всего с начала полномасштабного вторжения РФ потери российской армии превысили 677 тысяч. Также украинские военные уничтожили за сутки 8 российских танков, 19 боевых бронированных машин, 15 артиллерийских систем. Кроме того, силы обороны Украины сбили 78 БПЛА оперативно-тактического уровня и 3 крылатые ракеты. А также поразили более 60 единиц автомобильной, спецтехники и цистерн с топливом. Признать использование войск Северной Кореи против Украины так называемой «красной линией» для Соединенных Штатов и НАТО призвал президент США, глава комитета по разведке Палаты представителей Майк Тернер. Своё письмо к Джо Байдену он опубликовал на своей странице в соцсети X. По его мнению, Белый дом не смог оперативно проинформировать Конгресс о движении северокорейских войск. И привлечение КНД России должно быть «красной линией» для Соединенных Штатов и НАТО. По информации украинской разведки, северокорейские офицеры уже были размещены на оккупированных России территориях Украины, заявил президент Владимир Зеленский. В интервью изданию «The War Zone» руководитель главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов сообщил, военнослужащие из Северной Кореи проходят подготовку на востоке России. Первых 2600 солдат отправят в Курскую область. Куда направят остальных, пока неизвестно. Солдаты из КНДР будут использовать российское вооружение и технику, рассказал глава украинской разведки. Детальнее в нашем материале. В соцсетях появилось видео с солдатами из Северной Кореи. Очевидцы сняли их тренировку, предположительно, на полигоне в селе Сергеевка Приморского края. Это в 35 километрах от границы с КНДР. Их миллионы тут. Вот новые подкрепления. По данным разведки Южной Кореи, полторы тысячи военнослужащих уже перевезли из Северной Кореи во Владивосток четырьмя десантными кораблями и тремя кораблями сопровождения. Ожидается, что следующую партию перебросят в ближайшее время. Всего на войну России против Украины Пхеньян планирует отправить 12 тысяч солдат, сообщили в Национальной разведывательной службе Южной Кореи. Президент страны провел экстренное совещание по безопасности. Нынешняя ситуация, когда сближение России и Северной Кореи вышло за рамки поставок военных грузов и перешло в реальную отправку войск, представляет серьезную угрозу безопасности не только для нашей страны, но и для международного сообщества. Юн Сок Ёль. Президент Южной Кореи. Из публикации агентства Reuters. В июне 2024 года Путин и Ким Чен Ын подписали в Пхеньяне договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Там есть и пункт о взаимной военной помощи. Пхеньян уже поставляет Москве артиллерийские снаряды и ракеты. Теперь отправляет и солдат. Это свидетельствует о том, что Минобороны России не способна возместить масштабные потери российской армии, считает руководитель разведцентра сил обороны Эстонии Ански Весельг. Он уверен, Москва попадает во все большую зависимость от партнеров. Это дает Ирану и Северной Корее возможность требовать от России эксклюзивных гарантий безопасности или технологической информации, которая оставалась недоступной до сих пор, и которую эти страны смогут использовать в будущем. Также военнослужащие, участвующие в боях на территории Украины или Российской Федерации, получат военный опыт, который смогут использовать против соседей в своем регионе. Ански Весельг. Глава разведцентра сил обороны Эстонии. Информацию о том, что КНДР отправила своих военных в Российскую Федерацию, подтвердил и президент Украины Владимир Зеленский. Из наших разведданных у нас есть информация, что Северная Корея направила тактический персонал и офицеров в Украину, на временно оккупированные территории. Они готовят на своей территории 10 тысяч солдат, но их еще не переместили в Украину или в Россию. Не знаю, какое количество офицеров, но по данным разведки Россия рассчитывает на такое усиление, поскольку она не успевает с мобилизацией. У Североатлантического альянса пока нет доказательств отправки военных из Северной Кореи в Россию для участия в войне против Украины, заявил генеральный секретарь НАТО. В Брюсселе ситуацию изучают в тесном контакте с Южной Кореей, а также с другими коллегами из Тихоокеанского региона, отметил Марк Рюте. В любом случае, даже если Северная Корея физически не присутствует на поле боя, они помогают питать агрессивную войну России против Украины, вместе с другими, такими как Иран, Китай. По информации разведки Южной Кореи, военнослужащие из КНДР в Российской Федерации дислоцируются на военных базах во Владивостоке, Уссурийске, Хабаровске и Благовещенске. После подготовки их должны отправить на фронт. Пока же солдатам из Северной Кореи выдали российскую военную форму и оружие российского производства, а также фальшивые удостоверения жителей Якутии и Бурятии. Правительство Соединенных Штатов Америки предоставит 10 миллионов долларов за данные о сотрудниках пропагандистского российского телеграм-канала «Рыбарь». Подозревают, он может быть причастен к попыткам повлиять на американские выборы, усилить военный потенциал Кремля и продвигать пророссийские и антизападные нарративы. Информация об этом опубликована на сайте межведомственной программы Государственного департамента США по вопросам национальной безопасности. Помимо этого, в документе сказано, что «Рыбарь» был связан с покойным главой ЧВК «Вагнер», а именно Евгений Пригожин выделял деньги на этот канал. В настоящее время финансирование происходит от российской оборонно-промышленной компании «Ростех». Напомню, в 2022 году корпорация попала под санкции Министерства финансов Соединенных Штатов. Путин хочет не только уничтожить мирный европейский миропорядок, но и пытается влиять на исход выборов в странах региона. Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анна Лена Бербак, комментируя беспрецедентное вмешательство Кремля в предстоящие выборы президента Молдовы и референдумы о вступлении государства в Евросоюз. Напомню, ранее молдавские правоохранители разоблачили сеть подкупа избирателей организованную партией беглого пророссийского олигарха Илона Шора. Съемочная группа нашего телеканала следит за всем, что происходит в Молдове в преддверии выборов. С нами на связи из Кишинева наша коллега Лариса Петру. Лариса, добрый вечер. Расскажи детальнее о том, какая обстановка в стране накануне 20 октября. Лариса, добрый вечер. 11 человек. Ну и кроме того, рекордным стали масштабы вмешательства Кремля во внутреннюю политику Молдовы. Как уже сказали в студии, правоохранители ранее заявляли о создании сети агентов. Она насчитывала около 130 тысяч человек. Все это было организовано при помощи беглого пророссийского олигарха Илона Шора. Местные спецслужбы об этом заявляли, а также журналисты местные делали об этом расследование. К примеру, наша молдавская коллега из местного издания Мариуца Нистер внедрилась в тыл коррупционной сети. Она при помощи поддельного паспорта, конечно же, для того, чтобы ее не раскрыли, для того, чтобы не раскрывать свои настоящие данные, зарегистрировалась в чат-боте в Телеграме, потому что именно там происходила такая вот агитация этой сети. Девушке приходилось работать на сеть, созданную Илоном Шором, раздавать листовки, участвовать в митинге. Мы лично поговорили с Мариуцей, она рассказала нам о том, что на этот ее фейковый паспорт ей даже сделали карточку в одном из российских банков, и туда даже пришла ее так называемая зарплата 15 тысяч рублей. Однако снять эти деньги здесь, в Молдове, невозможно. Это можно сделать лишь на территории непризнанной Приднестровской Молдавской Республики. Давайте послушаем прямую речь Мариуцы, она больше расскажет о том, что ей приходилось делать, внедряясь в пророссийскую сеть. Прошу прямую речь. Потом мне звонили, мне звонили часто из Москвы и сказали, ты у нас активист, ты надо, потому что я была активист. В Елан-Шор есть многие роль, симпатизанты, активисты, лидер примарной организации и лидер территориальной организации. Я была активистом. И они мне звонили и сказали, ты активиста, надо собрать симпатизантам, потому что им надо было, чтобы эта сеть была большой сеть. Мне звонили часто, мне сказали многие вещи из пропаганды, российская пропаганда. В УЕ нехорошо, в России очень хорошо. И тогда я была на протесте, мне сказали, чтобы я протестовала. Я дала листочки с дезинформацией, я помогала людям, чтобы зарегистрировать в чат-боте. Если говорить про Илона Шора, почему его так часто вспоминают молдавские правоохранители и журналисты в своих расследованиях, и эксперты, это действительно беглый пророссийский олигарх. Когда-то он был даже депутатом парламента, ну а после сбежал из Молдовы. Здесь он приговорен к 15 годам заключения за хищение, за кражу миллиарда долларов из бюджета, из банковской системы Молдовы. Известно о том, что Шор бежал за границу, ну а последнее его место пребывания это Москва. Шор получил там российское гражданство. Ну и вот, как я уже и говорила, как заявляют правоохранители, эксперты, журналисты, именно через его руки зачастую происходит финансирование здесь, в Молдове, пророссийских митингов, деятельности пророссийских партий, пророссийских кандидатов. Ну и, конечно же, при помощи этой сети распространяется прокремлевская пропаганда. Давайте послушаем прямую речь эксперта. Они не останавливаются, они дальше собирают личные данные людей, открывают им эти непонятные карточки в российских банках. Еще непонятно, как это, что это выльется. Некоторые говорят, что существует риск, что там вообще-то им кредитные карточки открывают. И, соответственно, вот эти переводы могут вполне себе оказаться долгами потом по кредитам. Учитывая опыт человека, который этим всем занимается, вот этот Илон Шорко. Почти 100 миллионов евро Кремль потратил на вмешательство в выборы президента Молдовы завтра и в вмешательство в проведение референдума о вступлении страны в Евросоюз. Об этом ранее заявляла вице-премьер-министр Молдовы. Почему именно в этот раз такие колоссальные масштабы? Все потому, что завтра пройдут не только выборы президента Молдовы, но и гражданам Молдовы нужно будет ответить, пожалуй, без преувеличения, на один из главных вопросов для страны. Будет ли Кишинев двигаться и дальше в сторону Брюсселя или же нет? Давайте послушаем мнение эксперта о том, насколько велико российское вмешательство и российское влияние здесь на внутреннюю политику Молдовы. Россия на протяжении 30 лет так или иначе присутствовала в политическом процессе Молдовы, как это было и в случае других бывших советских республик. Но то, что творится сейчас, это прецедентов в прошлом нет. Это попытка поменять ход истории. Давайте так будем это формулировать. Потому что ставки настолько велики, что Россия готова на все. А ставки таковы. Либо Молдова продолжит процесс интеграции в Европейский Союз, в европейское пространство, либо Россия удастся остановить это движение, сменить здесь власть, способствовать победе пророссийских сил и заполучить таким образом после инаугурации нового правительства, заполучить лояльное государство в тылу сражающейся Украины. Да, коллеги, уже завтра избирательные участки здесь в Молдове откроются в 7 утра. Работать они будут до 9 часов вечера, после чего начнется подсчет голосов. Наша съемочная группа будет следить за процессом выборов. И, конечно, мы расскажем вам о том, какой выбор сделает Молдова на выборах президента. И как ответит страна на вопрос о том, готова ли у Молдова к евроинтеграции. У меня на этом все. Анна, передаю слово тебе в студию. Лариса, спасибо за подробности. Лариса Петрук на прямой связи из Молдовы рассказала о том, как страна готовится к выборам. В Харьковской области продолжается обязательная эвакуация мирных жителей. Из-за ухудшения ситуации на линии фронта власти не могут обеспечить подачу тепла, электричества, газа на левый берег Оскола. Поэтому призывают жителей Купенска и соседних с линией фронта общин переехать в более безопасные места. По их подсчетам, вывезти до наступления холодов необходимо около 10 тысяч человек. Поэтому темпы эвакуации с каждым днем увеличиваются. Более 20 волонтерских организаций вместе с представителями власти и полиции сейчас заняты вывозом жителей. О том, как происходит очередная спасательная миссия по эвакуации людей из горячих точек Харьковской области, смотрите в материале Натальи Белокудри. Из-за постоянных российских обстрелов 15 октября в Купенске и трех прифронтовых общинах Кондрашовской, Куриловской и Петропавловской была объявлена обязательная эвакуация мирных жителей. В первую очередь вывозят тех, кто живет на левом, находящемся ближе к России берегу Оскола, на котором расположен Купенск. Хотим подчеркнуть, что работу критической инфраструктуры в связи с критическими повреждениями коммуникаций, а именно газоснабжения, водоснабжения, электроснабжения невозможно восстановить в вашем населенном пункте. Купенское направление сейчас одно из самых горячих на фронте. Бои идут за каждый километр земли. Чтобы спасти местных жителей, волонтерские экипажи отправляются по адресам. Накануне вывезли 245 человек, из них 29 детей. Вот это у нас так, мы уже два года под таким живем. Виталий выехал с женой и таксой по кличке Жанна с левого берега Купенска под звуки российского обстрела. Мужчине 60 лет, признается, терпел до последнего. Но когда осколки от снаряда выразлетелись над головой, согласился на эвакуацию. Я оставил и худобу, все. Хозяйство большое. И друга оставил, взъебшую собаку, 12 лет. Вот эту расплачусь. Все оставили. И козу, и куры, и все, все, все. И город все не убраны, и все. Картошки море. Раиса вместе с дочерью Людмилой также эвакуировалась с левобережного Купенска. Им негде жить в Харькове. Временно их поселят в общежитии. У безженщины пенсионерки, у Людмилы инвалидность. Взяли с собой только необходимое. Переживают, что дома пропадет вся консервация. Выезжают с надеждой на скорое возвращение. С собой мы консервацию не взяли тяжело. Сказали, что три сумки. И мы по три сумки взяли. А продуктов в этом борьбе хватает на все общежития. Дочка может приедет, и сестра может приедет. Когда-то же, возможно, встретимся. Всех эвакуированных принимают волонтеры общественной организации Координационный гуманитарный центр в Харькове. Для команды это уже четвертая массовая эвакуация с началом полномасштабного вторжения. В мае этого года были Волчанская и Липецкая миссия. Теперь вывозят людей из Купенской общины. Не все хотели эвакуироваться сразу. Но начиная с 16 числа количество заявок от купенчан выросло в четыре раза. Сейчас выезжают пожилые люди, одинокие люди, которым нужен уход, нужно размещение. Все команды задействованы. У нас есть эвакуационный экипаж, который занимается эвакуацией. Мы здесь занимаемся регистрацией. Также есть другие международные организации и вокальные фонды, которые помогают. В центре все получают полноценный комплекс помощи и необходимых услуг. От горячих обедов, теплых вещей и денежной поддержки до медикаментов и медпомощи. Это острое состояние, повышенный сахар, повышенное артериальное давление. У нас есть лекарства, и мы можем помочь в это время, в эту минуту. Тем, кто эвакуировался в Харькове, помогают более 20 благотворительных организаций и фондов. Сотрудники Красного Креста, которые вывозят людей из Купенской общины, просят тех, кто еще не выехал, связаться любым удобным способом с командами волонтеров, так как россияне атакуют и возможности выехать позже может не быть. Глушковка, Колесниковка, Кругляковка. К сожалению, мы уже не можем туда заехать. Но до сих пор люди есть, заявки есть оттуда. И там их вывозят представители нацполиции. Они вывозят их в Ковшаровку. Там мы уже их забираем. Там очень опасно. Я просто вижу это все своими глазами. Мы не знаем, откуда там прилетит. Будут ли это мины или стрелковое оружие. Кабы летают постоянно. В эвакуации на Купенском направлении ежедневно задействовано до 40 сотрудников национальной полиции. В ней сейчас нуждаются около 10 тысяч человек. 4 тысячи из них – это жители левого берега Купенска. Правоохранители также призывают людей как можно скорее выезжать. Оставаться жить особенно в прифронтовых районах – это игра со смертью. Нельзя всю жизнь отдавать на растерзание россиянам, которые стреляют из того, что у них есть. По данным Харьковской областной военной администрации, за последние трое суток из горячих точек Купенской общины выехало около тысячи человек. Важные новости читайте на телеграм-канале Freedom. Найти страницу поможет QR-код на экране. Сканируйте, переходите по ссылке и первыми узнавайте о главных новостях в Украине и мире. Ну а в этом выпуске мы ставим точку. Далее эфир Freedom продолжит Алексей Лихман. Я с вами прощаюсь. До завтра.